В данном видео я расскажу тебе о том, что случилось с Ройсом после фильма «Хищники». Не забывай ставить свой капитанский лайк, а не то я заставлю тебя посмотреть 7 сезонов сериала «Счастливы вместе». Ты тут давно, чувак? Семь сезонов, кажется. Что? Десять? Чёрт! Герой сегодняшнего видео – профессиональный наёмник Ройс. Это циничный, безжалостный и закалённый в боях солдат, который был похищен хищниками. И доставлен на специальную планету, используемую ими в качестве охотничьего заповедника. О том, что произошло с Ройсом до и во время событий фильма, вы можете узнать в детальном обзоре моего хорошего друга Пэкстона. Ссылочку на его видео я оставлю в описании. Но что же произошло с героем после титров? Сейчас я вам об этом и расскажу. Давай-ка выбираться с этой поганой планеты. После событий фильма прошло два месяца. В живых, как мы прекрасно знаем, остался бывший спецназовец Ройс. Да и Забелла – снайпер армии обороны Израиля. Для них это было довольно тяжёлое время. Парочка мечтала о возвращении на свою родную планету. Однако, вместо долгожданного билета домой, на их головы раз за разом падали контейнеры, в которых находились разные твари. За прошедшее время Ройс самую малость тронулся умом. И в этом нет ничего удивительного. Сражаясь чуть ли не каждый день с самыми опасными и невиданными ранее существами, мало кто сохранит здравый рассудок. Наемник возомнил себя царём горы, а точнее всей планеты. Неважно, кто они и откуда они, мы убьём их всех. Он считал, что инопланетные засранцы специально тренируют его, закаляя перед финальной охотой. И в его словах был определённый смысл. Юджи прилетали довольно часто и каждый раз усложняли Ройсу жизнь, скидывая всё более серьёзных противников. Однако, наш герой был настолько брутален, что рвал жопу любому, кто пытался полакомиться его мясом. С Изабеллой наёмник виделся довольно редко. Получая ранение после очередной стычки, он возвращался к своей боевой подруге. Получал необходимое лечение, а после опять пропадал на несколько дней. Ройс понимал, что при подобном раскладе его ожидает такая же участь, что и другого, уже бывшего обитателя заповедника, безумного одиночки Ноланда. Я же говорил, не заметит. Я же говорил. Изабелла, к слову, ничем не уступала нашему герою, отправляя появляющихся по её душу существ на тот свет. Несмотря на частое исчезновение Ройса, они с Изабеллой довольно сильно сблизились. Однажды, во время приятного времяпрепровождения, один из хищников появился буквально перед их носом. Но вместо того, чтобы напасть на парочку, великан оставил им мешок, в котором были боевые доспехи Иуджа, подогнанные по размеру под Ройса. Наемнику и раньше доводилось находить подобные ценности, но все они были для него слишком большими и громоздкими. Пока пара разбиралась с находкой, неподалеку от них на планету был высажен бронированный четырёхрукий хищник. Да ты урод, настоящий ублюдок. Ройса и Изабелла стали вооружаться, попутно планируя дальнейшие действия. Не успели они толком закончить подготовку, как гигант набросился на них. Это было поистине ужасное создание. Что за хрень ты такая? Его рост доходил до двух с половиной метров, а скорость, сила и ловкость превосходили других представителей его вида. Неизвестно, было ли такое количество рук проявлением какой-то мутации, намеренных модификаций, или же это была просто редко проявляющаяся особенность расы. Вскоре Ройс понял, что прямой физический контакт приведёт к довольно быстрой потере его девственности. Поэтому он решил отступить и разработать новую стратегию. Бегом! К сожалению, бежать было некуда, и герой, схватив Изабеллу, сиганул с трёхсотметровой скалы. Удивительно, но броня сгладила все возможные негативные последствия столкновения с твёрдой поверхностью. Ройс ощутил значительное повышение своей выносливости, силы и ловкости. А дело тут было в том, что доспехи Юджа соединялись с нервной системой своего владельца, значительно усиливая его показатели. Примерив шлем, наёмник удивился ещё больше. Он и раньше пытался использовать подобное устройство, но интерфейс был на неизвестном ему языке. Сейчас же было понятно абсолютно всё. Ройс получал данные о состоянии окружающей среды, скорости ветра, температуре и влажности. Он точно знал, в какой точке планеты находится, а также обзавёлся миникартой, показывающей положение всех живых существ поблизости. Также шлем отображал состояние всей брони в целом и живого создания, на которое он был направлен, как и сообщал о приближении любой угрозы. Залюбовавшись удивительной технологией, Ройс слишком поздно заметил напавшего хищника и чуть было не превратился в фарш. Получив несколько ранений, наёмник стал стрелять из наплечной пушки. Выстрелы не смогли поразить слишком ловкого противника, однако лес, охваченный пламенем, дал людям возможность спастись. Спрятавшись, они разработали новый план. Ройс выступил в качестве приманки, а спрятавшаяся Изабелла ожидала удобного момента, чтобы нанести смертельный удар. Наплечная пушка работала только при подключении к нервной системе владельца, и чтобы девушка могла её использовать, была проведена соответствующая процедура. Ждать четырёхруковы долго не пришлось. Чудовище хоть и было невероятно сильным, однако действовало довольно прямолинейно, и тут же набросилось на свою жертву. Во время поединка Ройс даже умудрился нанести существу серьёзные повреждения своими запястными лезвиями. Однако для Юджи они были словно комариные укусы. А вот наёмник выхватывал по полной. Его кости ломались, словно яичная скорлупа. Изабелла решила не ждать, пока её мужчину превратят в мокрое место, и прострелила хищнику грудную клетку. Однако он этого даже не заметил, переключив всё своё внимание на девушку. Став невидимым, Юджи ринулся к Изабелле. Ройс, видя где находится их противник, выстрелил в него, давая снайперу ориентир. Девушка произвела два точных выстрела, один из которых попал прямиком в шею, убив чудовище на месте. Последующую неделю Ройса и Изабелла залечивали свои раны. Благодаря медикаментам, которые им достались вместе с бронёй, все повреждения заживали довольно быстро. Вскоре появился очередной корабль Юджи, сбросив новых зверушек. Пара знала, что рано или поздно инопланетные охотники должны были явиться сами, а потому они были готовы. Готовы были вместе попасть домой или погибнуть на этой планете? Это всё на сегодня. Друзья, напоминаю, что детальный обзор о Ройсе до и во время событий фильма «Хищники» вы найдёте на канале моего друга Пэкстона. Ссылочка в описании и в конце видео. Ну ладно, тупим за ним. Спасибо и помните, что если вас забрали против вашей воли в какой-то ужасный заповедник и заставили заниматься страшными вещами, то вы оказались не на планете «Хищников». Вы просто в школе-институте или на работе. Это ад. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...